Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня мы с вами поговорим о проблемах сального хвоста у кошек. Что это такое и откуда эта проблема взялась, и я вам сегодня буду рассказывать. Итак, мы с вами рассмотрим основные аспекты. Сальный хвост кошек – это проблема, которая встречается у любой кошки, у любого кота, вне зависимости от породной принадлежности. Это встречается в большей степени и более ярко выражено у половозрелых котов-производителей, менее выражено, но, опять-таки, встречается достаточно часто у кастратов и у кошек. Что это такое сам по себе сальный хвост и чем это может навредить нашим кошкам? Во-первых, это неэстетично, когда красивый пушистый кот ходит в доме, а у него хвост весь покрытый сосульками. Это неэстетично, некрасиво. Более того, при прикосновении, когда ты хочешь кота погладить, этот хвост липнет к рукам, оставляя следы на руках, очень неприятные по ощущению. Почему это случается? Какой негатив это может с собой нести? Дело в том, что вся кожа и шерсть кошек, как вы знаете, что кожа это также орган определенный, как и у нас с вами, так и у кошек. Кожа и шерсть, которую имеет кошка, это необходимый такой фактор, который нужен для жизнедеятельности. Так вот, кожа имеет не только волоски, ось, волоски подшерстка и волосяные фолликулы. Вся кожа у нас снабжена сальными железами. У кошек нет потовых желез, кошки не потеют. И вот как раз самая большая концентрация этих протоков и сальных резервуаров находится в зоне хвоста, в первой, третьей, то есть та часть, которая наиболее близко расположена к позвоночнику. Как раз именно отсюда у нас кожное сало имеет максимальный выход, максимальное излитие. И все контактные зоны, которые прилегают к этому месту, то есть это зона паха, это семенники, это задние лапы, они у нас также вступают в контакт с кожным салом. И мы видим, что у нас даже цвет на этих местах изменен в сторону желто-бурого спектра. Так вот, какие проблемы за собой все это может нести? Ну, во-первых, когда происходит излитие кожного сала, давайте разберем механизм, как это все работает. Кожное сало, село, у нас внутри организма, он жидкий, как вода. Как только это изливается на поверхность, из-за разницы температур, а вы знаете, что у кошки внутри 39 градусов приблизительно, а снаружи это может быть 20-25 градусов по Цельсию. При вот таком факторе, естественно, у нас это сало, которое изливается на поверхность, оно начинает просто загустевать сначала и впоследствии твердеть. И текстура начинает быть похожа на парафин. Что происходит дальше? Сверху эта текстура, эта субстанция покрывает волоски остеевые, покрывает волоски подчерстка, запечатывает волосы и кератиновые чешуйки. На вот эту всю конструкцию у нас начинают прилипать различные бытовые загрязнения, микро и макро, пыль, клещи и все прочее. Внутри под этим всем добром у нас может развиваться анаэробная флора. Почему? Потому что у нас прекращается полноценная аэрация, то есть у нас нет хорошего воздухообмена. У нас происходит процесс издавления, когда кровеносный сосуд не может хорошо иннервировать это все. Когда у нас нарушается нервная проводимость опять-таки из-за недостатка кислорода обмена и из-за давления. И в итоге мы с вами можем иметь то, что в этой анаэробной среде там же присутствует вода и там очень часто происходит развитие бактериальной патогенной флоры. Различные микроорганизмы и патогенные грибы дают очень хороший рост при такой ситуации. Чем это чревато? Это очень просто. У кошек могут возникать различные и абсцессы, и флегмоны, и экземы, и дерматиты. То есть куча кожных проблем. Более того, что очень часто при гиперсекреции кожное сало, когда начинает изливаться, при недостаточности ухода нам, владельцам кошек, это наша задача, это доставляет огромное количество на самом деле проблем. Происходит закупорка. У кота на хвосте могут быть акне. То есть выглядит это как маленький вулканчик, кратер которого просто закупорен. Вокруг может все это воспаляться. Это очень хорошо визуально видно, это тактильно можно прочувствовать, очень абсолютно четко на любом животном. Очень хорошо видно на кошках, у которых минимальных подшерсток. Это, например, и девонрект, и корнишрект, и сфинксы различных мастей, и вся морентальная группа кожек. Так как там подшерстка практически нет, нет густоты, мы это видим визуально невооруженным взглядом. Для нас, для людей, какие могут быть проблемы, в чем нам это мешает. Во-первых, у нас там, где кот живет, там, где он спит, у нас везде остаются следы. А я думаю, что многие знают, когда котики, например, сфинксы спят где-то, или большой махматый кот, он на своей шерсти часть этого кожного сала несет. Но при постоянном таком походе в свое укромное местечко, местечко это требует частной смены портилы. То есть, кот все пачкает. Второе, кот имеет непрекращающуюся линьку. Если этот кот имеет шерсть, то он линяет. И сколько бы вы его ни расчесывали, линька никогда не прекратится. Третий неприятный момент заключается в том, что вот этот парафиноподобный слой, он не просто склеивает чешуйки кератиновые, он вообще делает вокруг все липким. И у нас не только сам по себе остевой волосок склеивается, у нас на это все, как на сосульку, налипает спиралевидные волоски под шерсткой, которые цепляются еще друг с другом и образовывая маленькие колтуны, которые могут сцепляться также друг с другом и превращаться в огромные проблемные колтуны. То есть, в итоге у нас с вами не просто сальный хвост, а у нас это новогодняя елка, украшенная новогодними игрушками из колтунов. Есть еще один неприятный момент, который вы можете просто увидеть визуально и попробовать это сделать. Если вы возьмете буквально маленький кусочек шерсти, вот такой стальной грязной шерсти в зоне хвоста, и аккуратненько на себя, без усилий потянете, вы увидите, что у вас полностью выпадает этот кусок волос, останется у вас в руке. Причем для кота кот даже не почувствует, что что-то случилось. Почему это происходит? Да просто-напросто фолликулы, они перестают нормально функционировать, и они полностью могут выпасть без последующего восстановления. Вот почему кошек нельзя на вот такой сальный хвост расчесывать никакими пуходерками, и тем более никакими фурминаторами. Просто-напросто полностью уберете все фолликулы, и кот у нас будет с голым стеблем. Это неэстетично, это практически не восстанавливается. Поэтому кошачий хвост бережем с молодым и учимся за ним ухаживать. На самом деле решение проблемы, оно настолько простое и банальное, и секрет раскрывается очень просто, я вам об этом расскажу. Многие на этом моменте мне скажут, а мы пробуем, мы ухаживаем, мы купаем кота, только у нас это кожный салок, все равно хвост стальный, все равно он грязный, у нас не отмывается, мы не можем промыть никакими шампунями. Поверьте, я в день слышу по несколько раз эту фразу. Вы попробуете парафин отмыть просто мыльной водой, вы никогда не сможете это сделать, потому что это разные субстанции, это не предназначено одно для другого. Вот то же самое взаимодействие, и как раз существуют препараты, которые и основаны, чтобы вступить в реакцию. Заводчики, и в том числе и я, очень много лет мы отдаем предпочтение американской компании, бренду, которые придумали и разработали обезжиривающую пасту под названием Gromers Group. Это линейка, созданная специально для животных, которые не наносят никакого вреда, но которая нам помогает снять этот колпак из кожного сала вместе со случаем эпидермисом, вместе с мертвевшими волосками, вместе с этой грязью, которая там есть. И почему у нас не будут работать шампуни никакие, не суперочистка, ничего, если этот хвост у нас имеет действительно склеенные сосульки, и ни один шампунь с этим, к сожалению, справится. Паста всего лишь вам уберет это все и поможет, откроет дверки для дальнейшей работы, для дальнейших препаратов. Как работает паста и в чем же ее ценность? Смотрите, какая густая текстура у этой пасты. Паста является собой препаратом гидрофильным, то есть препарат притягивает воду. Как вы знаете, сальный хвост у кота имеет гидрофобную структуру, то есть он водоотталкивающий. Вы попробуете поставить кота в ванну и полить его из душа, и вы увидите, что вода с кота просто скапливается. Есть поговорка, как с гуся вода, а у нас, как с хвоста вода. Для того, чтобы понимать, как работать, я вам очень легко это продемонстрирую. Берется небольшое количество пасты, наносится на кожу и шерсть хвоста. В зоне хвоста мы начинаем с проблемных сферозоны. Естественно, зоны могут быть различные. Сейчас мы разбираем исключительно проблему сальных хвостов. Дело в том, что паста, она не расщепляет кожное сало, она не расщепляет жир как таковой. Что она делает? Она стремится вступить в контакт с водой, а внутри, там, где у нас есть кожное сало, там есть влага. И паста, она всего лишь ломает оболочку этого жира и вступает в реакцию с водой, превращая вместе с грязью, вместе с эпителием, все это дело в водорастворимую эмульсию, которая очень легко сбывается обычной проточной водой. Смотрите, вот на моей руке есть, безусловно, да, на моей коже есть тоже вода. Я наношу пасту, вот она в банке такая белая, густая, как только я ее нанесла на руку, она, молниносно, начинает вступать в химическую реакцию. С водой, которая есть, все становится прозрачной. Если руку опустить в воду, то вода будет иметь молочно-белый цвет, то есть это действительно эмульсия. И, как вы видите, что препарат очень густой по структуре, наносится это руками, никакими ни щетками, ни расческами. Мы стараемся промочить волоски до корней, но в случае, что если шерсть у кошки очень тонкая, очень густая, и вам физически сложно препарат этот до конца распределить, Если вы видите это, то у нас есть другой препарат, точно такой же, по химическому составу. Есть обезжиривающий гель, одноименный Грумерсгуб, который при таком же составе имеет чуть-чуть вот такую более жидкую структуру. Препарат текучий, похож на лосьончик, очень удобен в использовании, подходит абсолютно для всех животных, имеющих богатый, густой, тонкий подшерсток. Техника нанесения препарата та же самая. Препарат и пасту, и гель мы наносим на сухую шерсть. Оба препарата мы можем применять одновременно, и ток и другой препарат имеют единую химическую форму, отличие только лишь в текстуре, густой, жидкой. После этого мы втираем и просто промываем проточной водой. Вся у нас некрасивая, большая, огромная такая масса загрязнений вместе с кожным салом, вместе с эпидермисом, вместе с волоской мы просто все это вымываем. Не нужно греть эту пасту, не нужно пытаться ее там разбавлять водой. Как только случается контакт с водой, она просто перестает работать. Поэтому ручки сухие, кошка сухая, поверхность сухая. И вы сработаете за 5 минут, вы справитесь с этой проблемой с сального хвоста. После нанесения пасты, геля, либо или пасты, или геля, либо в сочетанной технике, мы обязательно используем шампуни. А какие шампуни, для каких пород мы применяем, я вам буду рассказывать в следующих наших блоках. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения и удачи!